Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Ломер 421. Событие дня. Евангелие от Матфея, 19.8. А сначала не было так. За 5 февраля 2017 года. Ксения Юрова. Игнатий Тихонович. Фотографии замечательные. Галина русская красавица и детки ее прекрасны. Это вчера, воскресенье, за этот день отчет. Ну, я беру фотоаппарат, маленький такой фотоаппарат. И сфотографировал Галину Загуляева с ребятишками где-то. Вот она сразу, вчерашняя фотография, послал кое-кому. Вот уже ответ идет. Храни их, Господи! Сердце радуется, видя столько детей на занятиях. Вот бы мне в свои детские годы сидеть по левую руку от вас и внимать. Спаси Христос! Я вижу, что она смело выступает, поэтому ее даже фамилию оставил. Я знаю, недруги они, бешеные псы. Бросаются, начинают все клеветать. Кому ты пришла там такой? Ну и прочее. Виталий Калиников. Я не знаю почему, это было раньше, но почему оно сегодня пришло? Игнатий Тихонович, дорогой, любимый вы мой. Простите ради Христа за все мои кавычках подвиги. Много полезного я подчеркнул от вас. Принимаю все обличения от вас, они все истинные. Да будут они на пользу мне, молитв ради ваших. Работаем. Михаилу, Владимиру, Никите, привет. И вот я спросил, Надежда Васильевна, где у меня? Ушла. Что, ушла? Ушла. В субботу она мне внезапно подкинула ролик. Никогда она этого не делала. Этот ролик называется... Сейчас я покажу, что такое. Для меня это странно было. Странно, почему? Потому что не было. Так, ролик вот он как называется. Фаатом, Янбулатом, о плоской земле. О плоской земле. Еще и он потянуло вдруг. И тут чуть ли не ученики Христовые сидят. Да. Я посмотрел это. Я Фаатом, Янбулатом, я зарядил в эту, посмотрел. Да это так, ашуры-муры, как говорится. Вот это называются, такие слова. Никакого его и может и нету. Под его именем кто-то. И дальше что? Ну а дальше все тут это. Плоская земля, корабль ватнулся, там лед. То есть придурки. Придурки какие-то есть. И она закинула. Я ее выговорю. Зачем она мне это кидает? У меня времени нет. А я должен открыть. Письмо пришло. Я запрещаю мне писать по почте. На почту ходить. Я не хожу. А письма они несут. Заказные при том. А один раз пошел. Пошел там какой-то деятель. Я с ребятишками тоже занимаюсь. Мне-то зачем это? Не только это. У нас вот библиотека образуется. У вас книги. Если не могли бы мне полный комплект прислать, сами. У нас за посылку нечего заплатить. У меня пенсия 6 523 рубля. Незнакомому человеку я сразу пошлю на 30 тысяч рублей и заплачу из пенсии. А я отстоял в двух очередях. Больше на почту ходить не стал. Ну наглецы просто. Кому надо, тот заранее напишется, получит ответ, даст какой-то. Здесь нет ничего. И вот они вот эти вот крутят. И смотрите, они как сделаны. Глаз. Вот что это такое? Доказательство. А ничего нету. Я только смотрю, другая картинка. Чертик летит какой-то. Но ничего нету. Я ни день и ночь на этом. Почему? Сатана, кстати. Вот это доказательство, что Земля плоская. И вот оно где идет. В черт нарисовали. А шар, Бог берет. Санта-Клаус типа. А да? Ну смотри тут. То есть непрерывно они занимаются. И чем заниматься больше не еще. Мои, бывает, ролики берут. Голову от моего отрезают. Там где-то блудят, приклеят. Ну я терпел. Саварбек Алмазов. Саварбек. Джабраилович там. Ну никакой управы нет. Мне прокуратуру здесь подали. Прокуратура все подготовила. В Караганду. Нашли его. Все. Как бабка отшептала. Только кто-то написал. Женщина, видимо, знакома его или из-под него. А он не такой. Он хороший. А он везде, оказывается, делает. Прокуратура серьезно занялась этим делом, видимо. Но я не стал настаивать, чтобы на руках была бумага. Один раз ответили. Я могу сейчас запрос сделать прокуратуру. Что они там с ним. Но главное, чтобы все убрали. И все кончилось. Мы сидим в епархии. Сидят два епископа. Наши Евтихи и местный Максим Дмитриев. Беседуем. И отец Аким говорит. С обеседования пришли. Ну вот вы говорите объединение. Ну с кем объединяться-то с вами-то? Вы же лжете на каждом шагу. Как можно... Епископ. Патриарш. А где лжете? Ну вот сегодня вы стали в интернете. Вот патриархи молятся. Они не Богу поклоняются. А сатане. Как епископ Максиму даже я вспомнил. Да вы что? А сидит секретарь и говорит. Да. Это отец Георгий из Горного Алтайска. Убрать. Убрать. Все. Мы пришли. Нигде ничего нету. Нету. Кончилось. Убрать. И оборони Господи. Вот это вот что-то крутит. И человек от этого, если увязывает, ему не уйти. Он будет искать и искать эту падаль. А это за забором сидит какой-то, показывает. И что-то они знают. Ничего они не знают. Ничего. Они сидят и хохочут. Ну, сатана. Лживый. И ко лжи лжеца все время будет тянуть от сферы какая-то. Я посчитал плоская земля, новые факты. Слабонервным не смотреть. Ну, еще тут непонятно. И дальше все это. И главное целая дискуссия про плоскую землю. Еще считай, что ты изобрели. Как? Фаатом, Эмбулатом. Шуры-муры. Это такое есть. И ни фамилия это, ни имя, ничего нет. И открытый человек, кто это будет смотреть? Да, конечно, нет. Ничего нет. Я ей выговорю, чтобы больше она не присылала. У меня времени нет на это. Я его закрываю и закрываю навсегда. У нас ресурсы. Вот можно смотреть. Фамилия, имя, биография. А у них есть анкета. Ничего нет. Нет. И вот здесь у нас видео. Ютуба. Ну, тогда можно это убрать. Сейчас бы мне мешало нам. Ну, и большой у нас это форум. Тут меня атаковали роботы. Я как-то один раз увидел, сколько их. Бился три дня. Полторы тысячи выловил. Тысячи. Зачем? Никто не знает. Зачем они? И вдруг внезапно их прорывает. Они начинают пахать и делать. Буквально все везде разбухает. И надо убирать. И никто не мог сделать, преградить. У нас там есть, конечно, пароль. Что сказать надо. Это не пароль, как называется, чтобы войти-то. Преграда ставится на форуме. И это сделал Сергей Козлов парализованный. Парализованный! Да у него же в мозгах-то не должно ничего. Что значит? Благодать Божия. И он сделал, что ни один робот не идет. Я говорю, тебя даже демоны боятся. И он живой сейчас. Познакомьтесь поближе. Поговорите. Посмотрите. Из Воронежа. Ну и дальше что у нас? Ну вот. Это наш библейский православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Вот я ночью встал. Тут, кажется, три уже часа было. Сколько посещений? Уже 48. А вот на украинца 50 пришло. Или 59 даже. Ну это наши клиенты. Это они не исключительно изобрели, которые... Ну и самый большой ресурс у нас православный библейский сайт. Воткнуть, если на форум выйдешь, нажать здесь видеоканал. Вот тут сейчас еще один начал заниматься. Вот. У нас тут книги все. Вот как раз показать книги, которые люди выписывают от вас. Все книги сначала ознакомиться надо. Это вот у нас трехтомник Нового Завета. Толкование блаженного Феофилакта. Вот оно, как изданы книги с закладками. Полное толкование с откровением. С откровением, чтобы вышло в одном вот комплекте, вот так, впервые за 2000 лет. Ну и Густаво Доре, лучшего иллюстратора, Господь позволил нам раскрасить. Полностью раскрасили. 230 картин с подписями. Откуда взято это? Казалось, вещь невероятная. Я поставил задачу раскрасить. А как, не знаю. Стал спрашивать, никто не знает. Ну, мне мысль пришла такая. Ну, откуда она, я не специалист? Что надо Густаво Доре хорошие достать, черно-белые. Потом, где чернота, все это закрасить белым. А потом свет создать. А ну, а как по-другому-то? Краску начали выносить, она поступает там. И вдруг нашелся человек, который подсказал, показал на эту программу раскрасить. Евгений Клейменов. А как вы про него узнали? Никак. Он учится в медицинском университете с нашей сестрой. И оба с красными дипломами закончили. И он у меня приходил здесь. Вот, чтобы я покажу, как. Вот, допустим, вопросы задают. А я одни вопросы должен выбрать по теме церковь. И чтобы вопрос ткнул, и открылся материал. И он только на третий раз смог это сделать. Я ему очень благодарен. Вот теперь мы смотрим. Опять вернуться надо. Во свете Библии. Тут у нас самое ценное, вот, 4124 ответа по темам. Так что книги еще у нас есть. И вот, по мелочи, первый том. Кажется, второго уже, кажется, и нету. Стихов уже нету. Только показать можем. И вот теперь посмотрим и церковь. Вот, это мы, которые уже прошли здесь ответы, опубликовали. Ну, и сейчас продолжаем мы. Вот, видите, как, контр-ла. Вставляем, контр-л-с. Копируем. Ищем ворд. О, диаметр опять. Вот. Контр-ла. Чтобы крупнее было и можно было считать. Давай. Считаю, это у меня колесников Никита. Вопрос 3924. 27-й том открытым оком. То есть у меня 30 томов открытым оком вышло. 30 томов. Начинал один том. Первый том даже не указал. Думал один и больше не будет материалу. Но материала у меня столько, что 33 тома. Вот 30 в бумажном варианте, а 3 в интернетом. Каждая книга 752 страницы. Это не брошюрки. Так, есть ли какие-то аналогии в истории России, чтобы сравнить с тем, что затеял Диамиду? И какова тогда была концовка подобных деяний? Вот видите, как, с проглядом видно, что грамотные люди сидят. Ответ. Что бы ни случилось явно, то когда-то уже подобное было. Тем более в сравнениях от некоторых бывает столь искусно, как златоуст, что и в простом они увидят полезный и сокровенный смысл, удерживающий от греха нынешних людей. Кавычки открыты. После извержения Исана епископа Диамида, вызвавшего настоящую бурю не только в самой РПЦ, но и в прессе и обществе, ситуация наконец стала проясняться. Архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк, временно назначенный управляющим Чукотской епархией РПЦМП, несмотря на все сопротивление стихий, его рейс из Хабаровска откладывался по погодным условиям через целые сутки. 4 июля прибыл в Анадырри, а сам воиновник скандала дал развернутое интервью, в котором определил свое положение, отношение к священноначалью и рассказал, как будет действовать дальше. Не обошлось, как водится, и без очередного скандала. Архиепископ Марк по прибытии объявил журналистам, что, по его сведениям, Диамид накануне в одном из храмов Анадыря провел богослужение не с целью не допустить прибытия его, Марка, и призвал прихожан, цитирую, молиться пророку Илье, чтобы самолет из Хабаровского не приземлился в Анадыре. Или Анадыре. Анадыре, наверное. Анадыре, ну какая-то дыра там есть тоже. Так, тем не менее, целый и невредимый вид епископа Марка молчаливо свидетельствовал о благополучном исходе мистической битвы и неоспоримом превосходстве сил Московского патриархата в воздухе. Вот как они определили, в воздухе они... Ну зачем ему было, во-первых, молиться об этом-то? И вот этого не было бы дальше. Ну ясное дело, что... Чтоб не приземлился, а что делать только? Ну самый лучший вариант, чтобы он разбился. Пока Марк в небе над Камчаткой боролся, с кавычками, с духами злобы поднебесных, отражая постом и молитвы молнии пророка Ильи, насланной Диамидом, сам возмутитель спокойствия рассказывал порталу credo.ru. Марк летит с группой захвата, чтобы устроить здесь, в Кафедральном соборе, Святой Живоначальной Троицы шоу и выдавить меня отсюда. Группа захвата, по сведениям Диамида, помимо хора, состоящего, как выяснилось позже, из 40 отборных бойцов-семинаристов, а также священников и мощей, ходил также заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Диамид. Да зачем Диамид? Это отдельное слово. Да. Диамид поведал также, что храмы Анадыря уже посетили представителей спецслужб, предупредив всех, что если начнется какая-то заваруха, то владыка может пойти по статье за разжигание. И пригрозив его приверженцам увольнением с работы, спустя несколько часов можно было... С работы. С работы. Ударение. Делай интонацию. Дальше. Спустя несколько часов. Можно было констатировать, что новый архиепископ благополучно добрался до собора, где его встретили не слишком радушно, но все же достаточно мирно. И на этом первую часть драмы, длившиеся полтора года, можно считать с законченной. Но всех, конечно, интересует главный вопрос. Каков будет ответный шаг Диамида в его схватке с патриархией? Ну, понимаете, это как смотрят, ну, как называют, триллер какой или что-то. Люди-то ничего не понимают. Он по делу сказал, не по делу, правильно поступил, неправильно, но что теперь он сделает? И он-то о своем будущем говорил, ничего не сказал. Все у него не так пошло. Кавычки открыты. Я остаюсь в юрисдикции Русской Православной Церкви Московской Патриархата, но не подчиняясь юридическому священноначалью. Точка. То есть я в них нахожусь, но и такое дальше. Так кратко выразил свою позицию мятежный епископ, назвав свое извержение собором в его отсутствии антиканоничным. Ну, это правильно. Они должны были все-таки как-то там вызывать несколько раз, а тогда уже и заочно, раз он не приехал. Нигде нету канонов, чтобы связывать и вести. Он должен быть, был бы на соборе. И все это заранее сказать. Я буду все записывать, вы не против, как мы делаем. Если против, тогда не пойду. Явно, что они будут урезать, мухлевать будут. Теперь делайте, что хотите. А вот меня бы сейчас вызвали на собор, ну, я бы сказал, я еду втроем, один будет у меня доводить-переводить, я плохо слышу, а другой будет снимать, и чтобы не было препятствий, снимать, что они хотят. Да, согласны? Все, оплатите мне дорогу, и я поехал. Всем дорогу. Нам нечего платить. И выразил свой отказ, как в покаянии перед священноначалем, так и в участии в процедуре суда, кавычки открытые. Я не считаю, что их суд может быть объективным. Как ехать на суд, решение которого уже однозначно предопределено? Ну, это правильно он говорит. Я заранее знаю, что уже вынесено все, но суд идет, меня привозят, меня судят, а у них приговор уже давно лежит. Это тройки были такие. Расстрелять. Он будет расстрелян, хоть что говорит, как ягненок у рычья, волк ягненок. Молчи, говорит. А все, виноват уж тем, что хочется мне кушать, сказал и в темный лес ягненка по валу. А виноват дядя. Ваш дядя тут был. Да у меня дяди нет, он говорит. А в прошлом году ты тут воду замутил, а мне пить. Он говорит, да я только три месяца назад родился, не был. Волк ничего не может сказать. Басня Ивана Андреевича Крылова. Вот и все. Диамид сказал также, что не собирается присутствовать на соседании Синода, на которое был вызван. Не складывает в себя должность управляющего епархией. Не собирается переходить в другую юрисдикцию. Но намерен оставить Чукотку и переехать в Москву. Кавычки открыты. У меня есть духовное чадо в Москве, которое меня приглашает, чтобы храм или даже монастырь построить. Я не буду в других юридикциях. А что за этим? То есть я создам свою. Он не будет никому. А почему не? Там же есть, которые зарубежные церкви, которые остались, там Лавр тогда, наверное, был. Туда пойти нет. Создам свою. Вот это не годится. Сейчас можно приобрести на дел земли и поставить на нем храм. Есть люди, которые готовы свой частный участок предоставить под храм. Я остаюсь архиерем Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, не являющим послушанием иеретической иерархии до ее полного покаяния и раскаяния в тех грехах, в которых мы ее облещали, и продолжающим вести богослужение, подытожил свою позицию Диамиду. Итак, как следует из его слов, Диамид намерен переехать в Москву, создав непараллельную административную структуру внутри РПЦМП. И надо признать, это самое разумное для самого Диамида и самое неприятное для Московского Патриархата решение. То есть, такого они не потерпят и не разрешат. Тут они уже бросились в смертельную схватку, в клинче сошлись. Не выходя из РПЦМП, Диамид, как и Ленин, в пломбированном вагоне, переедет в Москву, породив тем самым типичную ситуацию двоевластия, которую можно сравнить с ситуацией февраля 1917 года властью временного правительства и советов рабочих депутатов или с Горбачевской и Ельцинским противостоянием в разгар перестройки. Видишь, какая аналогия дает? Многие уже сравнили с прошедший собор с октябрьским пленномом ЦК КПСС 1987 года, выведшим Бориса Ельцина из состава ЦК. И нельзя, конечно, не признать красноречивости этих аналогий. По всему видно, РПЦ, как последний институт светлого коммунистического прошлого, стоит на пороге перестройки, которую вся остальная страна уже пережила в 90-х. И перестройка эта, судя по всему, обещает быть бурной. Итак, в РПЦМП устанавливается классическое двоевластие формального патриарха в теле, которого Диамид продолжает напоминать, оставляя за собой право призывать Алексея к покаянию. И неформального патриарха в духе, то есть самого Диамида, таковы мысли и ход Диамида в ответ на ход митрополита Кирилла. Что может предпринять патриархия, чтобы помешать такому развитию событий? Видимо, только одно анафематство Диамида. Ну, ясно, что сторонниками Диамида эта анафема принят признанно не будет точно так же, как не было признано и его извержение. Уже сейчас собор, извергнувший епископа, вопреки канонам, называют волчьим и разбойничьим. Такое решение автоматически уводит Диамида в катакомбовках. В то же время его сторонники могут спокойно продолжать посещать храмы РПЦМП, считая их своими, а церковное священное началие лишь временщиками и оккупантами, временно захватившими власть. Таким образом, складывается типичная революционная ситуация. Ничего хорошего в церкви, конечно, не суляща. Скандальное отлучение Диамида уже привело к объединению многих раскольничьих антипатриархийных, ультраконсервативных и несогласных сил. Явно неканоническое отлучение и колеблющаяся внутрицерковная масса также определяется за Диамида. Гонимых и несправедливо обиженных у нас любят. Но главные симптомы позиционирования за Диамида ресурсов до сих пор патриархии лояльных. Так резко и многосклонно на стороне Диамида после скандальных решений собора выступил ультраконсервативный православный ресурс Правая.ру и крупнейший ресурс православного рунета русская линия хранит по делу Диамида глухое но выразительное молчание. Выступит на стороне Диамида идея которого ультраконсерватором любы. Конечно гораздо более идея митрополита Кирилла мешает традиционная нелюбовь православным расколам. Но выбранный конечно не без подсказки умных людей Диамидом курс должен по-видимому обеспечить ему поддержку консерваторов. Православное радио города трех революций с сильного памятью митрополита Иоанна Снычева духовного притечи Диамида однозначно против Диамидовская. Поддержка революционных настроений в Питере пожалуй высока как нигде. Вообще было бы логично Диамиду переехать в Питер а не в Москву. Хотя лично мне как питерскому патриоту это было бы грустно. В сущности за исключением патриархийного Радонежа и микроскопических либеральных и православно гламурных СМИ вся консервативная православная пресса если и не поддерживает чрезмерный радикализм Диамида то стоит в сущности на его позициях. Чем скажем идея Александра Шаргунова или Тихона Шевкунова автора скандального фильма гибель империи уроки Византии отличается от Диамидовских практически ничем это все тот же воинственный антиэкуминизм изоляционизм тоталитаризм ненависть к Европе и Западу поданный лишь с некоторым псевдокультурным или псевдофилософским флером те же идеи в еще конечно более мягкой и рафинированной форме формулирует и Всеволод Чаплин постулирующий перманентную войну цивилизации в своих пяти принципах православной цивилизации а ведь шевхуновская православие точка ру это мейнстрим а Чаплин прямой протеже Кирилла да и самому митрополиту Кириллу не так давно протежировавшему в своем всемирном русском соборе столь же тоталитарной по сути русскую доктрину приходится как видим заигрывать с правами то есть отличие идеи Диамида от церковного мейнстрима совсем не принципиальное скорее формальное меньшевики большевики в своем безоглядном романтическом радикализме о душевной простоте Диамид лишь доводит их до логического конца а поскольку радикализм нам генетически свойствен а разложение церковной верхушки утопающей в роскоши сервилизме и экуменизме с точки зрения церковного народа очевидно Кирилл заигрывает по очереди то с консерваторами то с католиками в то время как Диамид прям и прост как ты рубля то и неудивительно что идут за ним а не за патриархией можно зайти в любой московский храм и убедиться официальная газета церковный вестник в сущности совсем неплохая можно сказать лучшее сегодня православное издание печатающее умные глубокие статьи лежит пачками в каждом храме и даже бесплатно никто ее не берет прокламации же духа христианина и ему подобных выходящие сто двухтисот тысячными притиражами передают из рук в руки и зачитывают до дыр как некогда большевистские агитки гламурное православие больше не в моде в моде православие революционное что же дальше необдуманное поспешное и прямо скажем руковое решение собора привело к тому так теперь я дальше считать не будем дело прошедшее ну кто желает просчитайте тормозните просчитайте просчитайте следующую страничку читайте ну тут понятно что мы сами не придумываем рассматриваться в беспредвзятости та и другая сторона видите как много все это много слов тут не русских видно что человек академию кончал видимо видите как сколько много тут же там мракобесами ну а в конце маленько маленькое мое ко всей этой статье я там зачитываю в университете у меня материалов много это вопросы которые мне задавали в учебных заведениях а может это я проводил в прокуратуре в милиции во всех отделах милиции не знаю где но слишком длинно это только в университете я отвечаю так словами писания Библии 1 Коринфянам 10 6 а это были образы для нас чтобы мы не были похотливы на злое как они были похотливы здесь похотливы а тут похотливы одно и то же слово успел за ударение сделать евреям 4 11 и так постараемся войти в покой он и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность я к тому говорю что ситуация сложилась ненормальная но обличил он правильно правильно диамет обличил но дальше пошел и против телефона интернета там за него и этот авель семенов монахи то есть пошел на глупость уже ну нормально ни одного нету который бы обличил и сказал да я подчиняюсь он что должен был делать ничего пусть запрещает а ты иди благовествуй и сейчас бы у нас был миссионер хотя бы один в России от патриархии а так может ни одного нету ну совсем не то делает какая-то какая борьба меня вот давят здесь друзья у меня немного ездят а мы едем проповедуем и налаживаются отношения а выпископ душил один душил а теперь митрополит расположен нас сектантами называют сигаретиками ну и что приезжает митрополит служим все вместе я у него из рук причащаюсь на людей это не действует на врагов а это свихнул я его зазомбировал то есть безумие полное хорошее отношение по сегодняшний день и вот мы готовимся на 26 февраля тут что-то осталось ровно 20 дней 3 недели на прощенное воскресенье Покровский собор где будет не меньше наверное 30 священников и митрополит Сергий Иванников Алтайский Барнаульский ну и как прощение просят и проще посмотри как он встречает как он обнимает как целует как будто пасхальный день то есть он не просто расположен а он с любовью расположен я считаю ну может его уберут отсюда но это останется в памяти как вспышка какая-то особой любви расположения патриархии вот так дальше послание апостола Иуды 1.7 как Содома Гоморра и окрестные города подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью подвергшись казни огня вечного поставлены в пример ну вот так ну и стихотворение прочитаем как всегда о что за день тогда ужасный встанет когда анхангела труба над изумленным миром грянет и воскресит владыку и раба и как они смутясь поникнут долу цари могучей земли когда к всевышнему престолу они предстанут в прахе и в пыли дела и мысли строго разбирая воссядет вечный судья прочтется книга роковая где вписаны все тайные бытия все что таилось от людского зрения наружу выплывет со дна и не останется безмещения забытая обида ни одна и доброго и вредного посева плоды пожнутся все тогда то будет день тоски и гнева то будет день унынья и стыда без безмогучей силы знания и без гордости былой человек венец создания робок станет пред тобой если в день тот безутешный даже праведник вздрогнет что же он ответит грешный где защитника найдет все внезапно прояснится что казалось темно стрепенется разгорится совесть спавшая давно и когда она укажет на земное бытие что он скажет что он скажет в оправдание свое вечный покой отстрадавшему много томительных лет пусть оседает раба твоего нескончаемый свет дай ему господи дай ему наша защита покров вечный покой со святыми твоими во веки веков опухтен 1860 год но ты когда ты начался 16 текста времени ты подумал кто его написал сначала думал ваше в самом начале мое да у меня совершенно такое нет ну первое может пару строчек потом понял что не ваше это поэт его поэт признанный поэт ну и давно это было вот его я поставил как раз к этому нашел что среди этих поэтов вот так подожди о чем здесь не знаю это диамид нет церковь первая церковь диамид куда слово написать куда он пошел не туда я в этом не одобряю но мы каждый день за него молимся по сегодняшний день он гонимый и нуждается поддержки он православный конечно нельзя знак вопросительный ставить нельзя вопросительный знак да да вон как еще видишь как надо знать ну это я знаю в общем-то дальше ну а дальше вопрос небольшой степотворение теперь control s опять заходим на страничку ворда создаем ее разворачиваем контур вставляем активируем control a и в размер шрифта двадцатку ставим чтобы было удобнее считаем вопрос 3986 29 том открытым оком уже 29 концу идет если человек прочтет в мирской прессе про епископа Диамида то поймет ли он кто же прав ответ все зависит от совести просвещенной духом святым я могу назвать вам одну лишь из многих статей подобного содержания комсомольская правда 22 июля 2008 года страница 6 и 7 епископ венский ларион говорит Диамидовщина кавычки открыты спланированная акция чтобы расколоть православную церковь видите чтобы на вопрос ответить я должен мирскую литературу знать а сейчас выходит он ничего не знает я не отвечаю я беру что говорят православные пишет комсомольская правда до этого разные линии православные ты видишь какой широкий диапазон мы вводим в это людей чтобы люди научились размышлять да разное отвечает а вы как отвечать я не отвечаю теперь я объясняю столько злобы сергианского доносительства подыскивания и тупости безразмерны в словах илариона это мои слова тут сказано что епископ Диамид назвал их собор волчьим а каким же он может быть если прочесть только вот эту статью надо быть совсем мертвым духом чтобы в этой статье не увидеть духа лжи и дьяволиады которые вокруг Диамида все эти отлучения никакой духовной силы не имеют он епископ никто с него это не может снять он может служить как и служил но беда в том что вокруг него будут собираться не те кто ратует за возрождение за рождение свыше Диамид якобы сказал наша епархия то есть чукотская небольшая всего 19 приходиков а последователей в моей позиции очень много это и Россия и Белоруссия и Украина когда этот волчий собор произошел мне многие звонят это он говорит даже из дальнего зарубежья из Японии из Ирландии Нидерландов звонили в поддержку и с крайним возмущением таких действий конечно если сравнить слова Диамида и его противников то любому видно что он смело выступил он пошел на переживание на лишение поверим что он так и верит как говорит он уже вошел в историю ну вот каковы его помощники на путь апостольский они вряд ли пойдут 3 царство 18.40 а дальше я говорю как всегда эпиграф какое-то послесловие из той Библии и сказал им Илья схватите пророка Валовых чтобы ни один из них не укрылся и схватили их и отвел их Илья к потоку к Иссону и заколол их там деяние 20.29 ибо я знаю что по отшествии моем войдут к вам лютые волки нещадящие стада о моде мира пару слов сказать кто создает ей писк и крик постылый последовал кто ей свои закрыл глаза для жеребцов готовятся кобылы разрезы с вырезом к искромственной душе и оголяются то грудь то место сзади для мужеложников и блудников мишень и бесы лютые той жертве только рады кто бритвой выдумал женоподобие куклы кто волосы мужчинам отрастил какая мерзость сводит верным скулы и жизнь сама такого не простит страстям потворство и безлики в нищете нецеломудренность разгорячает в жилах подобны мусору и паводок в щепе дня на бесхребетности сварганили обмылок из протоколов мудрецов жидовских спорт с модой по программе обналичен великовозрастных пора кормить из соски и два на тысячи хотя бы одна личность маразматическое скотство пьют захлеб чего бы проще скинуть все до нитки но дьявол атакуют прямо в лоб и оголяют до бесстыдства титьки сказать о том нескромностью сочтут и обозвут ханжой старорежимным из паутинки нижние соткут пупа галяют не стыдясь из жиру на фотографиях старинных на иконах нам образец сумели сохранить соблазн родившему мытарство все припомнят как рассыпали моду из тряхнин кто любит мир и то что от него тот богу враг в том очереди нет любви сбрось чуждое спасительный огонь своих помеченных врагу легко ловить даже одна фраза тот враг нет любви в очереди это два места Якова и первая Иоанна так о чем здесь церковь ну тут церковь диамид память о нем возвращаем к новому вопросу вот теперь Ctrl A Ctrl S скопировали разворачиваем страничку борда Ctrl V вставляем Ctrl A выделяем и на 20 режим переводим то есть увеличиваем букву чтобы можно было снимать вперед вопрос 4023 29 том открытым оком какие доказательства того что рукоположение у них согласных с объединением Московской Патриархии с РПЦЗ истинное в случае чего можно ли к ним присоединиться то есть которая православная ну как Патриархия смотрит на них но не с ней они ответ есть документы и свидетели что рукоположение у Тихона Пасечника истинное то есть какое Омске как и иных малого стада коих уже до 8 названий но хотя больше 13 сейчас еще больше но хотя мы их вполне вмещаем и вряд ли будем ими вместимы за наше желание жить по первоапостольским нормам деяния апостолов кавычки открыты 1 ноября 10 октября 1981 года в истории русской церкви состоялось историческое событие величайшей духовной важности архиерейский собор русской зарубежной церкви под председательством ее первоиерарха блаженнейшего митрополита Филарета Вознесенского совершил соборный акт прославления в лике святых царственных мучеников и всех новомучеников и исповедников российских от богоборческой советской власти в России пострадавших другим важнейшим деянием этого собора было исповедание полного духовного единства РПЦЗ с гонимой богоборцами на родине русской истинно-православной атаковной церковью по постановлению этого собора было решено оказать посильную братскую помощь гонимой церкви российской в ее возрождении восстановление утраченного в годы гонений канонического епископата и церковного управления с этой целью по благословению святителя Филарета архиерейским собором РПЦЗ было решено тайно совершить тайно совершить для катакомбной церкви в России епископскую хиротонию катакомбного архимандрита Лазаря Журбенко для возрождения и руководства церкви в России и таким образом восстановить каноническое церковное возглавление в ИПЦ эта соборная миссия РПЦЗ была успешно исполнена через полгода 27 апреля по 10 мая 1982 года когда в Москве на квартире катакомбной монахини Феодоры была совершена тайной хиротонии во епископы истинной православной церкви отца Лазаря Журбенко проведшего 5 лет в сталинских концлагерях за принадлежность к истинной православной церкви о том что решение восстановления канонической иерархии ВПЦ на родине и хиротонии для нее владыки Лазаря были приняты на историческом архиерейском соборе РПЦЗ прославившем святых новомучеников и исповедников российских а также о том что хиротония совершена была не для РПЦЗ а именно для катакомбной церкви в России свидетельствуют многочисленные документы РПЦЗ тех лет 1. Синодальная грамоти РПЦЗ 3.16.1990 об этом сказано следующее кавычки открыты Архимандрит Лазарь Журбенко от российской православной церкви я же в катакомбах избран и священным архиерейским синодом русской православной церкви за границей утвержден и определен бытии епископом богоспасаемого града Тамбова по чиноположению же святые апостольские восточные церкви содействующие всесовершающему и всесвятому духу в лето от воплощения Бога слово 1982 месяца в 27 день в ограде Москве Хиротонисан архиеремия русской православной церкви за границей по постановлению архиерейского собора 1981 года хиротония первосвященного Лазаря состоялась при особых обстоятельствах вызванных трудностями настоящего времени поэтому хиротония была совершена тайно при этом синодальной грамоте и речи нет о том что епископ Лазарь должен подчиняться синоду РПЦЗ а только лишь сказано что в недоуменных случаях подобает и лепоти есть проситель совета и наставлений от архиерейского синода РПЦЗ просить совета и во всем подчиняться синоду два совершенно разных понятия которые к сожалению со временем новым руководством синода РПЦЗ были существенно искажены о чем свидетельствовал архиерейского Плазарь в своем докладе архиерейскому собору РПЦЗ 14-27 апреля 1993 года синодальная грамота 3-16 мая 1990 года была подписана первоиерархом РПЦЗ митрополитом Виталием первым заместителем первоиерарха РПЦЗ архиерейскопом Антонием Женевским и западноевропейским а также членами архиерейского синода РПЦЗ ну дальше прочитать я знаю как это и в другом синодальном документе за номером что говорится подписанным первым заместителем первоиерарха РПЦЗ архиерейскопом Антонием Женевским и западноевропейским секретарем архиерейского синода РПЦЗ епископом Григорием Вашингтонским и Флоридским и епископом прочитайте здесь это документ который я пропускаю его дальше как всегда я даю ответ из священного писания прочитайте документы вначале были что рукоположили а потом полное подчинение зарубежной церкви тут они пошли конечно на искажение первого документа Деяние 14.23 вот и все читаем роман к седлу приторочить называется на всем из слова вывести вердикт не наше прочь расправимся и с прочим в нас очистители и сито что к чему имея навык разложить по полкам налево вправо разделять начну на пользу наши прочь в чем нету толка ломая принятые нормы стихотворства за умностью сравнений не туманить что нравственно разбрасываем горстью раскаившимся указать на баню мистическая строго на учет контроль что не по Библии не воездным пусть станет безбожной во свете Библии пороть и обложить подобные неимоверной данью от поучений нравственных читателей огражден к нему реку из пасти змей пустил душа язычница не пахана как дерн не пахана как дерн не пахана как дерн никто не сеет на асфальт на стил по молодости многое приходится сглотнуть а после маяца кровавой с отрыжкой как искренне под старость прежнее клянут поняв как многое тогда сглотнули лишнее читая Библию о том не пожалел она и временную нам облагородить жизнь весь мир литературный лежит в глубоком зле почти что все влечет не вверх а только вниз двадцать девятый двадцать девятый двадцать четвертый это мое стихотворение так и о чем не знаю не забыл сейчас посмотрим о чем первый вопрос считай какие доказательства того что рукоположение у несогласных с объединением Московской МП РПЦЗ истина в случае чего можно и к ним объединиться так а заглавь церковь и что сейчас к концу как-то остается можно Надежда Васильевна пригласить сюда у меня разговор будет так ну я не знаю рукоположение в России от РПЦЗ пусть побудет здесь вот теперь бы не то совсем сделал надо вот так пойти новое открыть и новое откроется новое скопируется откроется страница в ворде лист и отсюда пропечатается и сделается щита ему большего размера и все поехали дальше вопрос 4025 29 том открытым оком почему понятие церкви у всех разное даже о Христе столько споров теперь нет как о церкви есть ли материалы чтобы в кратком виде пояснили доступно учение православной церкви с чем связано что у всех еретиков нет практически никакого понятия церкви какой сильный вопрос это у нас люди как правило это по радио мне задавали или в университетах ответ таких материалов вполне хватит перегородить реку у меня есть материалы но нет авторства хотя я по стилю могу догадаться кто написал очень похоже на Алферова Дионисия кавычки открыты как видимая церковь есть богоустановленное общество с определенными формами невидимая сторона церкви распространяется прежде всего на ее личный состав ибо в нее входят не только люди сейчас живущие на земле но и в вере отшедшие невидимой является также божественная благодатная сила действующая в церкви и ее одушевляющая невидимым является и божественное основание церкви именующий главой Господа Иисуса Христа исполняемая Духом Святым носящей печать Святой Троицы во имя Кодий крещаются все вступающие в церковь могут быть два уклона в учении церкви один ведущий к разрыву между видимой и невидимым частями церкви другой превращение ее в организованное общество единомышленников вроде государства или партии видишь как умно отвечает протестанты учили что церковь есть общество святых которые только вкраплены в земную церковь и даже находятся за пределами христианства и вообще ведомы одному Богу здесь ударение лежит на противопоставлении невидимой подлинной церкви и видимой сущности неподлинной только вмещающей в себе истинную церковь святые в церкви действительно неведомы миру и ведомы одному Богу однако из этого факта здесь делается вывод что церковь как богоустановленное общество не свято само по себе но освещается лишь святостью святых тем самым реформация превращает церковь лишь в идею невместимую в мировой истории здесь совершается разрыв между идеей и действительностью между невидимым и видимым историческая церковь как подлинная и носительница благодати божий и истины отвергается вот это никак не годится до этого рассуждения протестантов можно рассматривать а это не годится это ложный вывод решающее значение имеет не столько определение внешних границ церкви сколько постижение ее внутренней природы основное свойство церкви в том что под внешними формами и проявлениями ее жизни подается благодать совершается действие силы божественной церковь есть благодатная жизнь в этом мире и за его пределами одновременно церковь есть непрестанное благодатное обожение человека для церкви характерно неразрывное соединение божественной и человеческой жизни Сращенность формы и содержания, без устранения или растворения человеческого естества, наделенного проницаемостью для благодатного притворения. Церковь есть единство примерного и мирового бытия. Такое единство есть тайна, открывающаяся только в духовном опыте членов церкви. В этом смысле церковь нельзя показать неверующему, но для верующего она вполне осязательна и видима. Ее бытие подчинено пространственности и временности. Общим для всего мирового бытия. Церковь есть действие Духа Божия, обитающего в человеке. Она есть воплощение Христа, живущего в мире. Вся история церкви таинственна, и сама она есть непрерывное таинство, которое проявляется в молитвах и таинствах в собственном смысле. И как в таинстве все видимо, имея свою установленную форму, и все невидимо то, что наполняет эту форму. Неверующий глаз видит здесь только внешность. Для верующего же ведомо содержание этой внешности. Церковь есть лестница между небом и землей, через которую совершается нисхождение Бога и восхождение человеков. Церковь есть благодатная жизнь Боги, и потому она не может быть описана. Однако по воле Божией она сращена с внешними формами и установлениями, которые и должны быть свято и нерушимо соблюдаемы и могут быть видны. Церковь на земле основана прямым изволением Христа Спасителя в дни Его земной жизни и утверждена кровью Его. Совершилась, возвещенная с креста и разодравшая церковную завесу Ветхозаветного храма, явилась и основанием Церкви Христовой. Завершила основание Церкви Пятидесятница, излияние Святого Духа на апостолов, а через них и на всех людей. Говорится иногда о Ветхозаветной Церкви, существовавшей ранней пришествии Христова. Конечно, силой грядущего явления Христа. Церковь есть неизменное основание и цель миротворения. Мир создан Богом ради Церкви, как ее вместилище, пастырь Ерма. Ибо последний предел мира будет то, когда Бог станет все во всем, Евреям 22.4. Церковь не могла возникнуть из несуществующего. Вот дальше о Церкви, что многое написано, я просто прочитаю, буду останавливать, и каждый может прочитать. Спрашиваю, что такое Церковь. Вот здесь прочитайте. Это большая статья. Вот я помещаю, докуда проводить дальше. Два места Писания приводит. Приводит довольно к месту. А выше берут Библию, а где попало места Писания? Вот. Теперь о священстве. Третий раз приводит места Писания. Вот тут узнать можно, что такое Церковь. Вот смотри, сколько я провожу, и тормози, и начинай смотреть, читать. Можете прочитать. Мы просто не можем, ввиду невозможности. Статья очень хорошая, просто замечательная статья. Продумано, знает о чем. А бывает где-то несогласие. Бывает, я об этом прямо говорю. Продолжение следует... Места Писания приводится. Какие, что, как. Очень подробно о Церкви. Кто-то интересуется Церковью. Всем протестантам советую вот это прочитать. А может быть, где-то книга в интернете есть. Я сейчас не слежу, не знаю. Там написано. Автор, алферов. Таинство рукоположения главное. Я бы ответил это одним предложением. Даже не двумя. Но с предаточным предложением. Ну, а он подробно объясняет. Затормозите и подсчитайте. Хорошо, снимай. Чтобы успеть посмотреть. А так, когда он будет смотреть, тормозни. И держи на этом месте, пока не просчитаешь. Вот видите, какие статьи. И меня спрашивают. И что, вы так на занятиях столько читали? Нет, конечно. Ответил своими словами, указал, где книга и несколько выдержек. Какие, я не знаю, но именно так отвечал обычно. А дома теперь так. А вот это вот надо будет теперь уже выделить. И громко засчитать, что здесь написано. Зря бы я это не стал писать. Дальше. Так, соборы эти происходили в пределах Византии и были представлены греческими епископами. Из западных присутствовали только представители Папы. Да и то не на всех. Ну вот, видишь как. А что-то важное. Да, важно. Важное показано почему. Ну, а дальше, как всегда, в мое резюме. Считать. Недругом на зло показывали косоротись дулю. А искренне, видя, за врагов молились, не ставили подножку даже ярым. И обстановка чудно как-то изменилась. Не стало недругов, ни новых и ни старых. Затишье может, как перед грозой. Но мы воспользовались дивной передышкой. Вражду не приняли, считая за позор. Закон любви других законов выше. Для благовестия коронные часы и средства и собранные вкладывали в книги. Ты на издание Евангелия цыпь, чтоб просветить приход поповско-дикий. Друзья умеют строго обличать. Наедине и даже принародно. И на молитву призовут тотчас. Со стороны взглянуть тихо не вроде. Но горше смерти друга потерять. Когда из близкого в чужого превратиться. Засаду выведет злодей его натряд. С трудом и верится, что был когда-то близким. Что потерять? Да лучше б не иметь. Так возгласит старообрядец темный. Э, нет, кускай охаживает плеть. Бог слово семя оплодотворит и в коме. Звонки не в праздники. Не только с днем рождения. Но постоянно с просьбой помолиться. Я знаю, как не любит этот демон. Что все мы ягодки на виноградной кисти. Я мирен. Но лишь вслух заговорю. Враги к войне истошно завывая. Под видом дружбы затевает трюк. Но друг Христос нам обещал. Я с вами. Шестое, ноль, седьмое. Так, о чем? Опять забыл, да? Да. Ну как же ты забываешь? Ты помни о том. Понятие о церкви. Церковь. Понятия о ней разные. Так. Не хватает мне одной минуты, а то бы на этом закончил. И придется открыть. Может быть, коротенький будет. Опять диамид. Ага, коротенький. Можем засчитать. Опять коснулась диамида. Быстренько мы это проведем. Это последний. Просчитаем. И, видишь, как, приноровились. Кое-что пропускаем. Просто показываем, что можно просчитать. Это его уважение к считателям и сократение времени. Сократить. Вопрос 4031. 30-й том открытым оком. Последний том. Пишут, что епископ Диамид Чукотский теперь уже не епископ. Будто бы сняли с него сан. Как происходит это снятие? Ты тоже не знаешь, считай. Ответ. Собрались епископы, написали бумагу и разослали ее по епархиям. Но это снятие не таинство, а может быть произвол, месть и беззаконие. Когда рукополагали в епископа, молились в алтаре над ним, руки на его голову возлагали и Евангелие. А здесь ничего этого не было сделано. Да и нет такого раскрещения, развенчания. Иуда Искариотский сам отпал. Его не отлучали за предательство. Деяние 1.25. Принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. Ну куда в свое место? Понятно куда. Газета «Известия» за 8 октября 2008 года. Видишь, какие ответы идут? Это «Известия», «Труд», разные газеты. Почему? Я вышел перед лицом на кафедру. Я должен ответить на вопрос. Повторяю, что за 25 лет преподавания в университетах по радио ни одного вопроса не отвеченного не было. Ни одного. Самые подковыристые, такие прям под меня подкапывались. Я все равно их отвечаю как есть. Так вы авторитет теряли ни разу. А чего ради-то? Если истинно мой авторитет в ничто превратить, да будет так. Так, страница 5 поместила статью. Диамид больше не епископ. Среди прочих обвинений в его адресе есть и такое. Это я пишу. Кавычки ответы. Сам Диамид занялся откровенным популизмом. Это газета пишет. Ходил в заплаты на рясе и кирзачах. Здорово. И вот теперь синод постановил. Мирян, сеющих смуту и не подчиняющихся священноначалью, призвать к покаянию. Больше они ничего не могут сделать. И предупредил, что дальнейшая расконечья деятельность приведет к отлучению. Диамид во многом неправ, ибо он есть по рождению этой же самой сталинско-беревской организации, Московской Патриархии. Но среди неправых он более прав. Пройдет несколько десятков лет, если еще Бог жизнь продлит на земле. Имена всех архиереев и митрополита Кирилла и патриарха Алексея будут преданы забвению. А вот Диамиду эта участь уже не грозит. Он выступил, он обличил, он не побоялся. И это уже поступок, достойный звания человека. Это мои слова. Я в этом абсолютно уверен. Любое смелое действие вызывает уважение даже во врагах. Так, статья «Алтайская правда» за 3 октября 2008 года на странице 3 в газете «Возвращение на родину» Анатолия Кириллина написано, кавычки открыты. Возвращаясь к началу перестройки, нельзя не вспомнить фильм Владимира Кузнецова 90-го года «Предчувствие», где известный в крае правоборец Игнатий Лапкин предсказывал крах строя, конец власти коммунистов. То есть еще советская власть была, и как называют теперь, пришло время, о котором против меня священники воевали, их всех сдуло, ни одного нет. Во-первых, умерли, а во-вторых, памяти нет никакой. А спустя столько времени теперь они пишут. Это какая-то газета. «Алтайская правда» в 2008 году, это губернская газета, «Правоборцем» называют. Дальше. Фильм стал лауреатом фестиваля «Золотой Витязь». А чем кончилось на самом деле, мы с вами знаем. То есть, что Игнатий говорил, случилось крушение коммунистического режима. Так это не Диамида. Одна часть земной шуф, земли, земного шара была под этой негодной властью. А лауреатом, означает, занял первое место на международном киноконкурсе «Золотой Витязь» Югославия. Действия апостола Павла не во всем сходились с практикой остальных апостолов. Но они его не запрещали за это, как сегодняшние узурпаторы власти, которая им отнюдь не принадлежит. То есть, власти у них и нет такой. Галатом 2.6. «И в знаменитых чем-либо, какими бы не были они когда-либо, для меня нет ничего особенного». Патриарх, папа, для меня ничего это не значит. «Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более». Не отлучали, а он совсем не так Павел делал. «Запретили митрополита Филарета Денисенко». А он после этого развенчания, низведения его до простого монашества, стал патриархом всей Украины. Так его анафеме предали плюс. Снял сан с Архимандрита Валентина Русанцева, а он стал митрополитом в РПАЦ. Это автономная церковь. Может, апостольская. Да и вообще, о каких канонах могут говорить в московской патриархии, когда из действующих ныне 719 правил 413, то есть 57%, умышленно и повседневно нарушаются? Им ли говорить о канонах? Незаконно рукоположенные при посредстве мирских властей. Какие и на кого могут налагать прещения, когда их паства точно так же не рождена свыше, как и они сами? То есть 7-й Вселенский Собор, 3-е правило. Все рукоположения делают недействительными, если в этом участвовала мирская власть. Анафема, на которую дерзают дедушки в клобучках, падает на них же, ибо они входят точно в строку, обозначающую, кто же истинно попадает под отлучение. 1 Коринфянам 16.22 Кому анафема? Вот я показываю Писание. Все анафемы против православных. Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема Маранафа. Галатам 1.8 Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. И 9-й стих говорит, и еще раз напоминай, да будет анафема. Даже ангел придет, даже все апостолы придут. Анафема. Запретный плод по-своему хорош. Он вожделением к стимулу приклеен. Прибавку сулит миллион на грош и занесет вчерашнего левея. Сознанием нередко едут за границу. Общипывают листья, продираясь ближе. Приятности достигнут, но ею не укрыться. От превдкушения кору и корень лижут. Кору, наверное. Когда достигнуть можно вожделения. Змей источает мед, в котором смертный яд. Здесь абсолютно все подвержено истленью. Раскусим ли мы умыслы врага? Искусно сети расставляет недруг. Не устоявший будет сам себя ругать. От голода вздыхаю в скудости прищедрой. Не тронь, не прикасайся и отпрыгни, желая сохранить в себе наказ владыки. Не разменяй же совести на призрачную прибыль. Ведь дьявол лжет с полынью. И еще тот политик. Запретный плод застрял у Евы на зубах. Без зуба шамкает Адамова отродье. Здесь лучшим стражем станет Божий страх. Бескомпромиссно высветит распятие напротив. А на кресте плод жизни. Иисус. От новой Евы, скромной преснодевы. С Адамовым новым со Христом спасусь. От предложений вкусных. Тех, что слева. Понимаешь, о чем считаешь-то? Да, конечно. Каждая строчка взята из Священного Писания. Это я его стихотворением называю. Я называю проповедь в стихах. Этого никто не опровергает. Хотя считают дальше. О чем речь? Ну, как... Так. Пиши. Церковь. Снятие сана с Диамида. Там показать и на этом все. Ой, Диамида.